Всем привет! Вы смотрите программу Отдыхайп. С вами Лиза Храмова и Лера Никандрова. Сегодня мы будем отдыхать и шуметь. Именно то, что любят делать все современные подростки. Поэтому не переключайтесь, здесь будет интересно. Вы смотрите нас в прямом эфире на национальном телевидении Чуваши и в группе городского детского медиа-центра Куча Мала ВКонтакте. Привет, девчонки! Здравствуйте, дорогие телезрители! Привет, а что с тобой случилось? Да одноклассники задержали, но я разобрался. Ай-яй! Что-то это очень интересно. Скажи, пожалуйста, какие могут быть разборки в начальной школе? Чего не поделили? Да просто я округлый отличник. И некоторым одноклассникам это не нравится. И вот они решили после уроков со мной разобраться. Но, слава богу, у меня есть шокер. Я их сразу отпугнул. Ты вправду с собой в школу носишь шокер? Да нет! Этот шокер предназначен, чтобы пугать в больших бездомных собак от моей. Ну и в школе пригодился. Кажется, это буллинг. Чего? Буллинг. Словом буллинг называют травлю людей. Ну, когда их травят, преследуют, обзывают, обижают, не принимают. О, об этом поговорим сегодня. Леша, давай выдыхай и записывай тему эфира на доске. А это я возьму от греха подальше. Это история стара как мир. Недаром есть выражение «белая ворона». Жертвами травли становятся все те, кто как-то отличаются от толпы. Это могут быть любимчики учителей, ребята с ограниченными возможностями здоровья, слишком бедные или, наоборот, богатые ребята. Ну, либо просто успешные. Я уверена, что даже сейчас кто-то, смотря нас по телевизору в прямом эфире, как-то завидует нам, называет нас выскочками и хотят, чтобы мы как-то ошиблись. Но вы даже не представляете, через что нам пришлось пройти, чтобы сейчас в прямом эфире вещать на всю Чувашу. Кстати, Лера, ты когда-нибудь сталкивалась с буллингом? Ой, ну вообще я всегда со всеми дружила и никогда никого не обижала. И меня, собственно, тоже. Но был у меня один такой случай. Помню, в классе первому у меня была лучшая подруга. Где-то месяц мы ходили только друг с другом и разговаривали только друг с другом. Но однажды в школу я принесла все свои попрыгунчики, а их была куча. Стою, значит, играю с ними. И ко мне подходит моя одноклассница и говорит, «О, а у меня тоже попрыгунчики есть. Хочешь посмотреть?» Ну, я и согласилась. Стоим, значит, рассматриваем. И за это время уже успели подружиться. Моей лучшей подруге, конечно же, это не понравилось. И она обиделась. Начала меня перед всеми унижать и обзывать. Но в ответ она получала только, «Девочка, с тобой все хорошо». И она окончательно на всех обиделась. И перешла в другую школу. Сейчас же я искренне надеюсь, что у нее все хорошо. И я не держу на нее зла. Пишите нам в чат свои истории. А еще, если вы сделаете репост и поставите лайк, то сможете поучаствовать в конкурсе, который будет в конце приза. Ой, в конце программы. Вот такой успокоинчик ультра. Это жевательная резинка, так что на него ничего не надо. А сейчас нам пора переходить к рубрике, и вы услышите об одной, об еще одной реальной истории. Смотрим. Да какие у подростков могут быть проблемы в школе? Учись, домашнее задание делай на переменках, болтай. Но не все так просто, особенно в переходном возрасте. Два года восьмиклассницу Машу Захарову высмеивали из-за неидеальной фигуры. Я почти каждый день слышала всякие прикольчики в свою сторону от девочек постарше и от парней, которые учились в девятых-десятых классах. Вот пончик идет, ты покушать идешь, смотрите, какая она прыщавая и так далее. Обычно это сразу вылетало у меня из головы, но когда дело доходило до ночи, я начинала думать об этом и плакала, потому что я знала, я могла ответить что-то, но как только можно было что-то сказать в ответ, у меня ком в горле вставал, и я просто улыбалась. А если ты хотела изменить что-то, почему ты не говорила об этом взрослым, допустим, родителям или учителям в школе? Я понимала, что у них своего времени не хватает даже для личных дел, а уж для меня им точно, скажем так, дела нет. Да и в принципе я понимала, что если я сама не решу эти проблемы, то дальше, если, например, на работе, в универе, какие-то насмешки будут меня преследовать, а я привыкла, что за меня мама там вступается, это до добра не доведет. И я знала, что это, если надо мной издеваются, то я должна сама с этим справиться. И Маша справилась. Сначала пыталась похудеть, но потом как-то сама с собой в голову пришла простая мысль, чтобы тебя любили окружающие, ты должен полюбить себя сам. Если ты начнешь ненавидеть себя, какие гарантии того, что ты полюбишь себя после того, как ты поменяешься? И я просто начала замечать в себе недостатки, какие-то положительные вещи, карие глаза. Очень красивые глаза у тебя, честно. Спасибо. Улыбка не такая, как остальные, пускай кривые зубы, но зачем? Как-то заморачиваться по этому поводу. И вот так постепенно, потихоньку, спустя год, к лету я уже поменялась, отстригла эти косички, попыталась краситься, но что-то не вышло. И я просто забила на недостатки. Сейчас Маша увлекается фотографией, ищет клиентов, устраивает фотосессии, а еще ведет свой блог в Инстаграме. Недавно набралась смелости и написала пост о своей истории. Истории с хорошим концом. Некоторые делают так, что они заглушают свою боль чужой, то есть надо мной издеваются, пойду к кем-то еще посмеюсь. Это так не работает. Это подло и низко, я не хотела становиться таким человеком. И я просто начала как-то забывать об этом, заниматься другими делами. За все эти месяцы в восьмом классе не услышала ни одной насмешки в свою сторону. Они просто обходят меня стороной. Я смотрю им в глаза, не боюсь. И мне так радостно становится от того, что я смогла поменять себя, несмотря на то, что мне говорили и должно было погубить, грубо говоря. Просто они не обращают на меня внимания, и я не обращаю внимания на них. Эта программа «Отдыхает» мы по-прежнему в прямом эфире, и сегодня мы обсуждаем такую непростую тему, как буллинг. Сегодня у нас в гостях психолог Чебоксарской 59-й школы Светлана Владимировна Эшмейкина. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас видеть. Я тоже. Мы пригласили вас, чтобы разобраться, что делать, если тебя обижают сверстники. Как дать отпор? Ну, давайте все-таки сначала выясним, из-за чего происходит буллинг, какие причины. Вообще, зачем все это нужно? Можно жить мирно. Давайте для начала определимся с понятием, что такое вообще буллинг. Буллинг – это агрессивное преследование одного ученика, группы учащихся. И всегда присутствует неравенство сил. И при этом жертва чувствует себя униженной, оскорбленной. И вообще выделяют вот четыре вида буллинга. Это психологический буллинг, это насмешки, оскорбления, игнорирование ученика или его изолирование. Также выделяют физический буллинг. Физический буллинг, что предполагает? Это побои, толчки, подзатыльники и другие физические насильственные действия. Также выделяют экономический буллинг. Это как раз посягательство на имущество ученика. Крадут его вещи, портят имущество. И четвертый вид это кибербуллинг, который очень актуален на сегодняшний день, потому что сейчас очень распространено то, что травят в социальных сетях. Фотографируют, да, и снизу пишут оскорбительные, обидные комментарии. И, возможно, даже взламывают страницы и показывают этого человека в нехорошем свете. И у буллинга выделяют три составляющие. Первое – это то, что оно происходит систематически, то есть периодически, постоянно вот над конкретной личностью издеваются, да, оскорбляют его, унижают, бьют, пинают. Второе составляющее – это происходит взаимодействие группы лиц или во главе стоит агрессор, да, и при поддержке группы он нападает на жертву. И следующая составляющая – это то, что вот есть жертва, и при этом на него возлагается физическое эмоциональное и психологическое насилие. А еще это делают все регулярно, просто сухие. И вот как раз хочется заметить, что если психологический буллинг он может существовать сам по себе, то экономический, физический и кибербуллинг без психологического буллинга не могут существовать. То есть они совместно. Как бы вообще реагировать на этот буллинг? Что нам нужно делать, если какое-то воздействие на нас оказывается негативное? Ну, улыбнуться, к примеру, да? Мне очень приятно, что ты меня заметил. Или обратить внимание на вот как раз агрессора. А у тебя сегодня прекрасная кофточка. Или мне нравится твоя прическа. Следующее – это дать разрешение так думать. Ты можешь так думать. Это твое право, да? Возможно, просто людям не хватает любви, и поэтому они себя так ведут. Маме любви. А надо ли рассказывать родителям, если тебя травят? Безусловно, нужно рассказать родителям, потому что травля – это уже такая стадия, когда если ты вот сам не сможешь справиться с ситуацией, то необходимо обязательно рассказать родителям, а родители уже возможно через специалистов в школе, это психологи, соцпедагоги, и администрация школы уже как-то решат эту проблему. Ни в коем случае не надо в себе все это держать. Нужно обязательно рассказать, чтобы стало легче. И вообще разобраться с ситуацией. Да, есть телефонный доверие. Да, также есть телефонный доверие, вы можете туда обратиться. Еще есть сайт травли нет, вы можете зайти на этот сайт и более подробно ознакомиться с данной тематикой. Да, обязательно. Сегодня посмотрю тоже вечером. А вам, как психологу, часто вообще приходится работать с ребятами, которые подаются этой травле? Ну, бывает у нас конфликтная ситуация, которую мы решаем. И мы не запускаем вот этот процесс, мы уже накормим сразу же стараемся конфликтной ситуации разрешать. Ну, давайте тогда... Да, мы подготовили для вас три короткие сценки, а вы должны нам сказать, что делать в данных ситуациях. Первая сценка. Ой, Лиз, а что это у тебя за значок на рюкзаке? Ой, это значки с моими любимыми кей-поп исполнителями. Что? Ты слушаешь кей-поп? Не думала, что ты такая странная. Пойду и расскажу всему классу. Пусть посмеются над тобой. А как реагировать мне в данном случае? В данном случае можно выстроить диалог, да. А тебе вот какая музыка нравится? Что ты любишь слушать? Вот мне нравится вот такая музыка, тебе какая музыка нравится? И уже построить То есть, нельзя игнорировать человека? То, что она такой... Обратить внимание на агрессора. Он же хочет внимания, да? А если в интернете, например, она мне напишет об этом. То есть, я выставляю там свои фотографии с кей-поп концертов, и она мне это пишет в интернете. Как на это реагировать? Ну, в интернете можно проигнорировать. Это уместно в интернете. А вот в данной ситуации, то лучше вести диалог и выяснить причину. И заинтересоваться другим человеком. Может быть, даже во время диалога вы сдружитесь, и больше вот этих буль происходить не будет. Вы будете уже уважать чужие границы. Леша, давай дальше. Вторая сцена. Девочки, кем вы хотите стать? Я ветеринар. Ой, а я телеведущий. Телеведущий? Да у тебя ни голоса нет, ни словарного запаса, ни таланта. Также здесь можно выяснить причину, почему агрессор так думает. Возможно, есть какие-то недостатки. Я, как уже говорила, можно согласиться, да. Да, у меня есть некоторые недостатки, но я над ними работаю. В данной ситуации агрессор уже ничего не может сказать. А если, например, ответить, она ответит, то, что, ой, а ты что телеведущая, чтобы мне так говорить? Ну, в плане, это, что переведет атаку, ну, не оборонительную систему свою возьмет, а именно атаку на другого человека, чтобы она уже оборонялась, получается, от моего, от моей реплики. То есть, если, я ей скажу, вернее, она мне сказала, то, что, вот, ты там телеведущая, что ли, ну, чтобы меня судить. если она, получается, эту реакцию переведет на меня, а не сама будет обороняться. Так можно сделать? Так же перевести вот внимание на другую сторону. Как мы можем это сделать? Ну, вот, как раз, получается, специалистом бить. Вот, давай, следующая сценка. Третья сценка. Так, класс, скажите мне, в каком рогоду родился Пушкин, Алексей? В 1789. Бестолочь, позор, тебе только дворы подметать. А ну, Лизонька, скажи мне, всегда ли ты читаешь параграфы? Конечно, я всегда читаю параграфы, всегда делаю домашнее задание, это же святое. Ой, Лизонька, какая же ты у меня все-таки умничка. Раскрасавец. Садись. Пять. В годовой. Что? И как на это реагировать, решать? Ну, тут можно рассматривать данную ситуацию с двух сторон. Первая сторона, это когда вот учитель первый раз так говорит, и возможно, ученику стоит задуматься, возможно, мне стоит выучить домашнее задание, и меня тоже похвалят. А если это несколько раз происходит? Если это происходит несколько раз, то возможно, у учителя личная неприязнь к ученику, и в такой ситуации ученик должен обратиться к родителям, родители уже могут обращаться вот как раз к специалистам в школе и к администрации. И тогда уже его переведут в другой класс, и будет спокойнее. Спасибо вам большое за такие душевные открытые ответы. Думаю, вы сейчас помогли все-таки многим подросткам. Но самое главное, что я поняла, нужно делиться. Не нужно держать вот это все в себе. Вам обязательно помогут. Ну, а сейчас мы для вас подготовили подборку фильмов, которые связаны с буллингом. Смотрим. Чучело. В класс приходит новая ученица Лена. Она переехала жить к дедушке коллекционеру картин. Однажды весь класс сбегает с уроков. Дима, друг Лены, сообщает учительнице, что ребята пошли в кино. За срыв урока ученикам отменяют экскурсию в Москву. В классе ищут предателя. Диме страшно, он не признается. Зато Лена берет вину на себя. Отныне она становится изгоем. Розыгрыш. Московская школа. Лидер класса Олег подговаривает одноклассников разыграть практиканку по английскому языку и получает за это двойку. Разозленный парень хочет самоутвердиться и придумывает новый розыгрыш над тихой и скромной Таней. Класс. Йозеф постоянно подвергается насмешкам лидера класса. Спустя какое-то время у него появляется защитник, но в итоге издевательством подвергаются оба. Однажды ситуация заходит слишком далеко. Друзья решаются на отчаянный шаг принести в школу оружие. Телекинез. Старшеклассница Кэрри живет с набожной матерью, которая воспитывает ее в строгости. Скромная и застенчивая девочка становится объектом травли в школе, но однажды у нее присыпаются паранормальные способности. Теперь Кэрри может передвигать предметы. Финал. Группа подростков, над которыми очень долго издевались в школе, решилась нанести ответный удар. Они пригласили своих обидчиков на карнавал, где объяснили одноклассникам, почему не стоило их обижать. Класс коррекция. Лена Чехова, которая годами была на домашнем обучении из-за проблем с ногами, решает пойти в новом учебном году в школу. Класс коррекция. Здесь она находит новых друзей и первую любовь, но вскоре становится жертвенная смеша. Кто вчера ходил на железную дорогу? Встать! Не надо помогать! Все на место! Антон! Спасибо. Всем привет! Мы не видели всего пару минут, а я уже успела соскочиться. В течение всего эфира вы задавали нам вопросы и, наконец, мы будем на них отвечать. Что ж, у нас здесь очень много вопросов и первый, а вы сами травили кого-нибудь, ребят? Ну, лично я когда-то давно в своей молодости травила свою подругу. Ну, даже не травила, я писала ей под ее фотографии ВКонтакте. Вот, фу, кошмар, ужас. Ну, потому что мы поссорились, но что-то у меня буквально через секунд пять что-то переклинило и думаю, зачем я это делаю, для чего? И решила удалить эти комментарии и все-таки помириться со своей подругой. Тебе сейчас стыдно, да, скорее всего, уже за это? Конечно, стыдно. Сейчас я просто вспоминаю и думаю, о чем я думала. Леша, а ты? Лично меня, я никого не травил, никого. Просто я защищался, как говорят, оборонялся. Когда меня травили, я в ответ. Но это уже понятно, что ты умеешь защищаться. Да, мы поймем. По этим разным способам. Хорошо. Так, следующий вопрос. Какие книги можете посоветовать на эту тему? Мы только что вам подобрали наши, да, подборка фильмов, которые связаны с буллингом. Кстати, некоторые из них 16 плюс, поэтому, ребята, вам не посмотреть, а я посмотрю все. Вот. Ну, а книги, пожалуй, можно найти в интернете. Итак, следующий. О, очень интересный комментарий. Меня травили в садике. Я думала, что если пойду в школу в новый коллектив, то все со мной подружатся. Ведь я очень веселая. Но, увы, унижение и издевательство не обошли меня стороной. И не только меня, но и мою маму. Очень, очень жалко. Вообще жалко. Мне даже, ну, вообще не понимаю, из-за чего можно травить человека. Маш, это сообщение пришло от Маши Кочергиной. И, знаешь, Маш, подумай над своим поведением. Потому что, действительно, люди везде одинаковые, их коллектив везде одинаковый. Значит, проблема уже в тебе, возможно, к тебе. Спасибо. Я надеюсь, что нет. Вот, поэтому подумай над своим поведением. И надеюсь, что у тебя сейчас нет таких проблем и все хорошо. Итак, следующий. Очень-очень много сердечек, позитивных комментариев. Большое вам спасибо. Очень приятно. Да, что нет негативных. Кстати говоря, совсем недавно, в эту субботу, блогеры запустили такое движение, как хэштег ВХПМП. Сейчас все объясню. Ваш хейт просто мой пиар. Да. В общем, Катя Адушкина это блогер, 16-летний блогер, моя ровесница. И она рассказала свою историю о том, что к ней регулярно, на нее регулярно нахлынули волны хейта, и ей очень сложно с этим справляться. Ваш хейт просто мой пиар. Это означает то, что весь негатив, который вы мне посылаете, делает меня просто популярнее. Поэтому, ребята, давайте будем добрее и не будем никого хейтить. Итак, у нас с вами наконец-то настало время для розыгрыша приза. Самое интересное. Готовы? Так. Заветная кнопочка. Раз, два, три. Три. Определить победителя, и у нас выигрывает. Давайте кто-кто-кто. Не видно. Как интересно. Компьютер долго... О, все, нашли. Валерия Никандрова. Мера выигрывает. Ну что ж, мы не можем ничего сделать. Она ведь тоже участвовала в конкурсе. Все честно. Спасибо большое. Большое спасибо, что сегодня смотрели нас в прямом эфире на национальном телевидении Чуваши. А у нас есть гостя. У нас есть символ программы. Это рупор. Сейчас мы его дадим гостям. Светлана Владимировна, идите сюда. Да, проходите, к нам, пожалуйста. Идите к нам. Вместе. С рупором. Леша, зачем ты его отобрал? Давай, обращаем. Не буду все, что пожелаете. Я хочу сказать, верь в себя, и у тебя все получится. Какие замечательные слова. Большое спасибо. Вы были вместе с нами в программе «Отдыхай» в прямом эфире на национальном телевидении Чуваши. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok